6 мая 1945 года. 1415 день войны. 6 мая началась пражская наступательная операция советских войск 1, 4 и 2 украинских фронтов, продолжавшиеся до 11 мая. Главные силы армии устремились на помощь восставшему чешскому народу. Требовалось окружить и разгромить немецко-фашистские группировки на территории Чехословакии, освободить ее столицу – Прагу. В связи с обращением повстанцев о помощи, Ставка Верховного Главнокомандования начала операцию на сутки ранее намеченного срока. Главный удар войска 1-го Украинского фронта нанесли в направлении на Теплице и Прагу. На некоторых участках фронта Красная Армия перешла к преследованию отступающего противника. Войска 5-й гвардейской армии генерала Жадова ударили в направлении Дрездена по сосредоточившимся здесь немецким танковым дивизиям. Противник, вынужденный обороняться, лишился возможности перебросить силы против идущих к Праге советских войск. В этот же день, 6 мая 1945 года. Чехословакия. Войска 4-го Украинского фронта овладели городом Штернберг и вышли на подступы к городу Оломоус. Под ударами Красной Армии немецкая 1-я танковая армия стала отходить в западном направлении. Германия. В 18 часов, командующий оборонной крепости Бреслау, Вроцлав, генерал Никгов, убедившись в безнадежности дальнейшего сопротивления, капитулировал. Маршал Конев, в ответ на просьбу генерала об индивидуальном отношении к сдавшимся, ответил, что с ним и 40-тысячным гарнизоном поступят так же, как и с другими капитулировавшими частями германской армии. Войска 2-го Белорусского фронта форсировали пролив и заняли остров Рюген, полностью очистив его от войск противника. Китай. Две пехотные дивизии китайских войск в окрестностях Фуджоу атаковали позиции войск Японии и после 12-дневных боев овладели городом. Берлин. В уличном бою с фашистами погиб полный кавалер Ордена Славы, пулеметчик отдельной разведывательной роты, гвардии сержант Сериков Иван Денисович. 6 мая 1945 года. До нашей победы оставалось три дня. КОНЕЦ КОНЕЦ